Привет! Это команда HiMark и мы рады приветствовать вас на бесплатном уроке по композиции. Сегодня моя коллега Анастасия покажет вам, как она создала композицию для этой фотографии. Этот урок научит вас, как даже из простых реквизитов, создавать сеттинги, которые вы можете увидеть на рекламных фотографиях. И это поможет вам повысить свой уровень съемок и стоимость своих услуг. Не забудьте поставить этот ролик до кольца. У нас есть для вас полезный подарок. Итак, давайте перейдем к созданию нашей композиции. Передаю слово Насте. Итак, мы с вами сейчас собираем композицию. Я вам советую работать в перчатках, если предметы красятся. У меня, например, это стабилизированный мох сейчас в работе. Он зеленый, покрашенный. И потом пальцы отмывать мне не хочется. Я, в принципе, могу взять просто банку моха, коробку моха точнее, и поместить наш предмет вот таким образом. Но у меня получается довольно мало объема. Я хочу сделать композицию чуть поглубже, поэтому за основу своей композиции я взяла вот такую виноградную ветку. Вот этот будет ближе к камере, это будет дальше от камеры. Это все будет очень классно в кадре смотреться. Если мы, естественно, не снимаем на диафрагму, там, типа, 13, тогда вообще все будет в фокусе. Но что-то будет меньше в фокусе, что-то будет больше, и человек, в принципе, поймет, где у нас глубина кадра. Мой предмет будет стоять у меня на вот этой вот деревяшке. И я сейчас стараюсь мохом заполнить все пространство вокруг. В природе ничего не бывает симметрично, слишком одинаково, естественно. Поэтому делаем хаотично. Я просто беру вот эти кусочки моха, где-то я просто их вот таким образом кладу, где-то я помещу их вот так, вот так, где-то вот так. То есть, как бы, ощущение такой небрежности, разбросанности должно быть в кадре. Твайп, который я хочу здесь создать, это такое пасмурное местечко в лесу, где-то под деревьями. И, возможно, мы добавим капли, возможно, добавим дым. Мы пока еще не решили, что будет у нас по свету. Точнее, Руслан посмотрит. Так, то есть сейчас мы, в принципе, закончили выкладывать мох. Я думаю, этого объема у нас будет достаточно. То есть предмет занимает у нас примерно одну, так, пятую, шестую часть кадра, даже, возможно, меньше. Теперь начнем добавлять какие-то более акцентные элементы, чтобы... Первый элемент, который я буду добавлять, это вот такие гипсофилы. Они в магазине вообще были фиолетовые, я хотела зеленые найти. Мне их просто покрасили краской, где-то просвечивается фиолетовая. Но, в целом, мне это даже больше нравится, потому что я хочу температуру кадра не такую желто-осеннюю, какую-то вот желто-зеленую, как будто уже такой поникший лес. Нет, я хочу что-то более темное, вот пасмурное, и поэтому вот такой вот оттенок местами синевато-зеленоватый мне очень нравится. И когда в жизни отдельно смотришь, думаешь, что за фигня вообще. Но когда мы начинаем эти цветочки добавлять в композицию, они очень классно у нас вписываются. Не обязательно, чтобы они прям вот так вот у нас были видны, то есть они могут вообще таким малюсеньким-малюсеньким уголочком где-то из-под веточки торчать. Теперь будем работать с иголками, которые мы нашли в мохе. Для кого-то мусор, а для кого-то реквизит. И также пытаюсь хаотично просто раскидать эти иголочки по кадру. Потом я нашла вот такие вот можжевеловые веточки. Тоже их кинем в разные места. И вообще вот с такими реквизитами работа как с приправами в готовке. Всего по чуть-чуть добавляем, а вместе получается потом очень классный, прикольный вкус. Сейчас у нас композиция получилась довольно темно-зеленая. И я хочу сюда добавить каких-то белых акцентных цветочков или еще чего-нибудь такого светлого, чтобы цвет нашего предмета немножко перекликался с объектами в кадре. Я вот во дворе просто пошла и нарезала вот таких вот беленьких цветочков. Пока что я не буду их помещать в композицию, потому что это единственный у меня живой элемент в кадре. Но я сделаю это в конце, после того, как мы выставим свет, потому что эти цветы долго не проживут, быстро завянут и будут выглядеть мертвыми. Поздравляю, теперь вы знаете, как мы создали эту композицию. Но если вы хотите не просто узнать основы, а глубже понять, почему мы выбираем те или иные методы, как готовимся к съемкам, используем сложные световые схемы и как ретушируем фотографии, то мы приглашаем вас на наш курс по предметной съемке. Всего от 55 тысяч тенге вы научитесь создавать настоящие шедевры и увеличите свой доход, работая дома. И вот обычный сюрприз. Первые 10 человек, которые приобретут курс, получат наш эксклюзивный шаблон договора. Это незаменимый инструмент для профессионального ведения бизнеса. Но количество боссов у нас ограничено, так что действуйте быстро и переходите по ссылке в описании и начните свой путь к профессиональным съемкам уже сегодня. Удачи и до встречи на уроках.